Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня за Божественной Литургией читалось Евангелие от Матфея, 10 главы, 32 стиха. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, оттого и Я отрекусь перед Отцом Моим Небесным». Давайте себе зададим сегодня несколько вопросов. Что нужно сделать для того, чтобы исповедать Господа Иисуса Христа своим Богом? Что нужно для этого? И без чего нельзя исповедовать Иисуса Христа своим Спасителем? Ответ здесь очевиден. Для этого нужна любовь. Не случайно, когда человек любит, он не только своего, он и себя не пожалеет. И это мы с вами знаем по нашим личным отношениям, по отношениям между женихом и невестой. Если человек любит, он готов пожертвовать собой. Он готов все отдать ради любимого человека. И вот то, почему сегодня современные христиане так скромно исповедуют Господа, как бы боязливо, как бы носят в себе это исповедание, это говорит о том, что нет в нас той великой силы любви, которая помогает человеку сделать всю свою жизнь проповедью и исповедью Господа нашего Иисуса Христа. Но здесь Христос предупреждает нас, кто отречется от Меня перед людьми, оттого отрекусь и Я перед Отцом Моим Небесным. И здесь мы должны для себя уяснить, хотя бы не отрекайся, если не имеющийся той любви. Не отрекайся, когда спросят тебя, а веруешь ли? Не делай дел, которые делают те, которые делами своими отрекаются от Господа нашего Иисуса Христа. А старайся и делом исповедовать, и словом, и жизнью. И вот в сегодняшний праздник всех святых мы с вами, дорогие, вспоминаем тех людей, которые и делом, и словом, и жизнью своей были проповедниками любви к Богу и Господу нашему Иисусу Христу. Они не только засвидетельствовали свою любовь делами, словами, песнопениями, письменными завещаниями, трудами, они исповедовали своей смертью. Сколько новомучеников и исповедников приняли смерть за Христа, потому что любили Его и избрали для себя скорее смерть ради Него, нежели жизнь без Христа. Этому очень многому научают нас сегодня святые подвижники. Но вот в продолжении Евангелия мы слышим сегодня. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашней его. Что? Что же это такое? Тут мы только хотим искренне любить всех, и вдруг говорит Святое Писание, передавая нам слова Христа, что даже ваши домашние могут быть вам врагами. А как это? Многие люди иногда даже отворачиваются, не понимая этих слов. Ну нет уж, это уж сильно. Это уж не так. Близко. Вот здесь можно закрыть эту страницу. Но давайте мы как раз таки вникнем в смысл сказанного Христом. Враги человеку домашней его. Могут ли такие быть? Могут. Те, которые не любят Бога, которые не понимают, зачем это все вам? Зачем вы тратите время на чтение каких-то духовных книг? То ли дело поразвлечься, пойти как все. Посмотрите, все живут как. А вы, а христиане другие. И счастлив человек, у которого и муж, и жена, и дети воспитываются в духе веры, любви к Богу. Потому что без любви нельзя исповедать Господа. Без любви даже верить нельзя. Даже вера без любви – это пустота. Она не одушевляет человека. Он говорит, я верую. Вот сколько раз мы встречали людей, которые говорят, я верю в душе. Но эта вера его не спасает и не одушевляет, и не вдохновляет. И не пробуждает в нем чувство этой любви. К кому? А я вот верю в душе просто, что что-то там есть. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, да будет проклят, сказано в Священном Писании. Марана-фа. Этот перевод означает «Господь грядет». Приближается его час суда. Вот если дословно перевести. Марана-фа. Это было грозное предупреждение всем тем, кто не любит Господа Иисуса Христа. Он грядет. Кстати, это слово было словом в среде христиан особо употребляемым. Марана-фа говорили христианам, потому что это имело другое значение. Господь грядет. Он скоро придет. И те, кто слышали это слово, они как пароль узнавали друг друга. Потому что христиане, в отличие от нынешних, они ждали скорого прихода Христа. Не просто страха второго пришествия, конца света, потому нужно все взять, все брать от жизни. Нет. Они ждали, что вот придет Христос. Они ждали и жили ожиданием Его прихода. И в этом ожидании находили ту радость встречи с любимым Спасителем. И поэтому, дорогие, когда мы говорим, что мы веруем, если нет вот этой любви, то наша вера, к сожалению, не является нашим спасением. Я хочу, дорогие, привести вам дальше слова, которые еще больше нас приводят в смущение. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня. Вот здесь уже притыкались многие. Ну как это? Ну как это, Господи, Ты же сказал, почитай отца и мать Твою. Как же? Неужели здесь есть некое противоречие? Противоречий здесь нет. Я хочу обратить ваше внимание на само произношение и смысл слова. Почитай. Родителей мы должны чтить, а любить вот в том правильном понимании смысла слова, всем сердцем своим, всей душою своей и всем помышлением своим, мы должны любить Бога, а родителей мы должны чтить. И никто не упразднял заповеди почитания, уважения к родителям. Но истинная любовь должна быть обращена ко Христу. Я прочитаю вам замечательную цитату Августина Японского. Он говорил, давайте ответим отцу и матери, справедливо говорящим, люби нас. Давайте ответим. Я люблю вас во Христе, но не вместо Христа. «Будьте со мной в Нем, но я не буду с вами без Него». Какие глубокие внутренние наши переживания, томления, сомнения, мысли поднимает сегодняшняя Евангелие. Итак, если в семье все любят Бога, это удивительный дар. Если кто-то не любит, мы своим примером жизни должны пробуждать в этом человеке любовь ко Христу. Но если мы не являемся этим примером, то хотя бы не должны быть поношением, то есть притчей во языцах, когда люди говорят, вот так, если вы верите, я верить не хочу. И поэтому хотелось бы привести вам, дорогие, еще некий пример, который говорит нам о том, что приближаются ко мне люди, которые устами своими и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Кто эти люди, которые приближаются ко Христу устами и языком? Это те, которые молятся, которые о Нем говорят, но которые Его еще не любят. Давайте спросим свое сердце. А любим ли мы того, в которого веруем? А любим ли мы того, с которым разговариваем? А любим ли мы того, пред которым исповедуем свои грехи? Любим ли мы того, пред которым выходим и, складывая руки крестообразно, причащаемся? Или это нужно для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы причаститься, для того, чтобы поисповедаться, помолиться, прочитать и за свое? Вот пусть сердце каждого из нас ответит. От этого будет зависеть не только наша вера, но и наше исповедание. Потому что вера без дел мертва, а главным делом веры является любовь к Богу, исполнение этой первой заповеди. Вот основа того, что мне хотелось вам сегодня сказать. Если мы по-настоящему любим Господа и Иисуса Христа, то и мы услышим с вами за то, что ты много возлюбил, а не много говорил или много исповедал, прощаются тебе грехи твои. Давайте же, дорогие братья и сестры, возлюбим нашего Господа Иисуса Христа всем сердцем. И тогда нам не нужно будет никого ненавидеть. Любящее сердце будет всех любить и собою приводить любовью и домашних своих, и ближних своих к истинному источнику любви, которой есть. Господь наш Иисус Христос, Которому со Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok